добрый день вас приветствует санаторий демиткова меня зовут якшин дмитрий михайлович я врач анестезиолог реаниматолог и также инструктор по первой помощи также являюсь доцентом преподавателем академии спасателей ордена святого иоанна города ганновера нижней саксонии это на территории германии сегодня мы с вами поговорим об оказании первой помощи что такое первая помощь это комплекс простейших мероприятий манипуляций направленных на спасение пострадавшего человека на стабилизацию важных функций и предотвращение каких-то осложнений мы сегодня с вами поговорим о наиболее часто встречающихся ситуациях когда может потребоваться оказание первой помощи прежде всего это утрата сознания человек ведь теряется он не знает что делать когда теряет другой пострадавший сознание на самом деле здесь очень важно не допустить ряд ошибок сделать все правильно и еще на что мы с вами остановимся это оказание помощи при обструкции дыхательных путей каким-то инородным телом или проще говоря когда в рот нам дыхательные пути попадает народное тело что здесь делать и как делать что ни в коем случае нельзя делать и об этом тоже поговорим обструкция верхних дыхательных путей каким-то инородным чужеродным телом и народа обструкция бывает двух типов основных два типа это частичная обструкция когда инородное тело не полностью перекрывает дыхательные пути и полная обструкция когда инородное тело перекрывает дыхательные пути полностью если важным признаком самым важным признаком частичной обструкции является кашель то мы опять же можем подумать что кашель уже говорит нам о том что в дыхательных путях не в пищевых дыхательных есть какое-то инородное дело это может быть мокрота которая скопилась в результате заболевания это может быть какой-то пища человек подавился отвлекся во время еды и возникает при частичной обструкции кашель кашель является важным нашим безусловным рецептом рефлексом является безусловным рефлексом который направлен на освобождение дыхательных путей от инородного тела и поэтому если вы увидели что кто-то из ваших близких родственников или кто-то окружающих людей вдруг во время еды начал кашлять пожалуйста самое главное ничего не делать ничего не делайте дайте человеку прокашляться еще раз говорю это самый безопасный самый лучший наш рефлекс который вызывает направлен на освобождение дыхательных путей дайте ему прокашляться спокойно вы себя представьте себя на месте этого человека когда вы подавились что вы хотите в этот момент чтобы вам не мешали и тут также но если вы видите чувствуете что человек не может прокашляться что у него синеют губы наступает одышка он дышит часто июне может вдохнуть воздух полностью то ему здесь нужно помочь и то что тот прием который мы делали с детства когда нам родители также делали пожалуйста это самый второй вот по эффективности прием это постукивание по грудной постукивание по затылку между лопаточек и сейчас я вам хочу представить своего помощника девушка зовут аня помогает уже на протяжении 10 лет если не больше не в оказании при обучении первой помощи она молодец она трудолюбивая терпеливая много чего терпит и молчит при этом это важно и так прежде всего маленьких детей которые всего любопытные тянут все в рот им все интересно они опознают мир они всякие мелкие монетки игрушечки могут положить в рот поэтому их ну перегибаем ложим на позу на есть никого себе на руку и тихонечко постукиваем самое главное наша в этом задачи встрясти вот вести дыхательным пути чтобы народа тело стряхнулась и начала легко выпадать которые уже постарше люди мы их не сможем так и поднять на руки просто наклонили почему так важно наклонять не просто вот так стучать когда он вертикально стоит когда вы наклоните вектор силы у вас будет немножко сверху и инородное тело будет выпадать и помогает практически во всех случаях в очень редких очень редких случаях может произойти такая ситуация чего мы в принципе не дали боимся что народное тело попадает дальше но поймите пожалуйста строение наше внутреннее нас брут правый бронг расположен вертикально а левый уходит немножко в сторону если народное тело маленькой нижние провалилась правый бру у нас правом левом он может еще дышать левым легким на какой-то момент времени это еще может продлить жизнь и затем конечно надо такого пострадавшего вести в больницу где врачи с помощью бронхоскопа удалят это инородное тело вторая самое важное самое опасно наверное ситуация когда практически взрослый здоровый человек вдруг внезапно может умереть и в эту минуту в этот момент ему никто не сможет помочь кроме окружающих не скорая помощь не служба спасения не еще кто-то либо к которые приедут как правило через какое-то время это полная обструкция дыхательных путей человек в этом состоянии не может представьте себе дал полностью перекрыли дыхательные пути не дышать не говорить и не кашлять он просто показывает вам может показать что у него что-то мешает открыть рот хватать в воздух с испуганными глазами к вам бежать да у него уже косинеют губы появляется такой акрация нос поэтому надо важным распознать этот момент почувствовать этот момент что человек задыхается он не может дышать и в этот момент самое главное опять же мы наклоняем маленьких детей перегибаем и стучим стучим тучим мы стучим не с часто затем стукнули подождали стукнули подождали выпало инородное тело вы молодцы вы справились вы помогли и спасли своего близкого окружающего человека следующий прием который идет только следующий если не помогают постукивание погрудной клетки вот сейчас мы с вами переходим на абдоминальное сдавливание прием геймриха пожалуйста делайте вот только в самую последнюю очередь в чем он заключается между углом реберным углом где ребрышки наши соединяются под ключицей ой под грудиной косточка такая груди на им пупок примерно на серединке мы складываем кулачок обжимаем его прижимаем плотно плотно крепко прижимаемся к больному и самое важное в этот момент сделать резкий толчок если мы будем делать мягкий ничего не получится потому что за счет резкого толчка напрягается создается повышенное давление брюшной полости диафрагма резко поднимается кверху и выталкивает народное тело изнутри получается смотрите как это вот до пяти раз принципе до пяти раз еще рассмотреть резкий отдых немножко подверг мы подворачиваем прием хороший прием придумал его геймриф врач спасатель тоже но этот прием спасающий но он опасен рядом очень серьезных осложнений прежде всего может возникнуть кровотечение травма внутренних органов кишечника печень селезенки мы можем отломить тот же самый мечевидный отросток у грудины поэтому даже если вы сделали такой прием резко нажали выбили инородное тело достали его извлекли пострадавший ни на что не жалуются рад и счастлив его нужно обязательно направить приемное отделение больницы вызвать скорую помощь чтобы врачи точно убедились сделали ультразвуковое исследование рентгенологическое исследование при необходимости к утилла проскопическую операцию но исключили повреждение внутренних органов поэтому этот прием важный все о нем уже сейчас знают вот делать его нужно только в крайней необходимости после постукивания это очень важно спасибо